находимся на дороге который ведет в наши детские лагеря ласочка два года назад мы стали поднимать вопрос били в барабаны вот о том что дорога приходит негодность из-за того что по ней осуществляет доставку песка вот как нам обещали в этом году сергей евгеньевич горачев о том что будет от дорог приведена частично в порядок вот там они поставили знак о том что неровность дороги идет здесь напомню на въезде стоит знак ограничения на 5 тонн на ось хотя здесь 25 тонны эти песковозы ездили и вот они разбили дорогу вот сейчас на данный момент здесь вот отсыпали щебнем проблемный участок но это я не особо вижу это решает проблему ведь ну это хоть что-то уже сделали они отваловку земли вот прошили дорогу вот грязь убрали чтобы немного расширить дорога в любом случае находится ненадлежащим состоянии посмотрите какие кочки но автобус конечно и легковушки здесь аккуратно все проедут здесь вот было опять тоже проблемное место прям продавились плиты перепад здесь сантиметров 20-30 здесь пропороть колесо было спокойно вот ну вот опять отсыпали щебнем и сделали отбортовку этого я считаю недостаточно я думаю что любой здравомышленный человек считает что это ненормально поскольку дорога это в любом случае эта дорога должна быть безопасно максимально поскольку сюда едут дети организованы едут дети на автобусах вот провал видите вот этого грунта вот вот провал это вот здесь посчитали щебенку сыпь не надо воровайка проехал в общем продавили они достаточно знатно что получили и за чей счет за счет казны получили вот этот щебень а я считаю что вот человек который владелец этого карьера который далее находится туда к лагерю орленок который возил и продавил я тогда с этим предложением выходил я говорю помирить сделайте приговорить за столом там в кулуарах своей администрации и пусть он просто возьмет те кто у него песок войска возит одни и те же организации все те же самые пик многопрофильное строительство все оттуда возили песок вот вот он пусть им песок там допустим они возьмут и вот это вот сделают все что они сломали ну как видим два года прошло вас и ныне там человек на встречу не идет или произошел какой-то договорняк наши дети есть вот еще один проблемный участок дороги вот он за мной здесь прямо за ужин забор идет снт здесь заросли вот базе кто есть с детьми проезжает вровень здесь может маленькая легковушка еще разменется что сделано сделано все как всегда просто посыпано щебня вот посмотрите какие были здесь перепады это не худший здесь можно и диск оставить и соответственно проколоть посыпали щебнем раз вот эта проблема то есть четыре вот таких проблемных участка которые провалились прям до самого ада и вот еще один конечно это временный выход из ситуации но ребята прошло два года чё за договорники постоянно какие то почему нельзя с этим человеком договориться тем более у них карьер поначалу там осуществлял деятельность незаконной основе не было лицензии на выработку так далее штрафовала роспотребнадзор с природным вот там смотреть а здесь ничего не отсыпали вот сюда нырни на окушке или там реношки как он свои и все до свидания колесо поедут родители а я напомню что через десять дней сюда практически через десять дней заедут организованные группы балаковских детей мало того что место уже нет ни на одну смену путевки невозможно купить так они еще поедут по это опасной дороге два года они ездят ничего не хочется делать ничего не хотят есть виновник все все знают но все все молчат как фрэнки четырехпал и знает то чего не знают другие